Звёздный завтрак. Все волчицы у приёмников, потому что сегодня к нам в гости пришёл лев по гороскопу, тигр по восточному календарю. У нас сегодня в Звёздном завтраке певец, композитор, музыкант, продюсер, очень талантливый, обаятельный мужчина Александр Добронравов. Александр Утро, доброе здравствуйте. Утро, доброе здравствуйте все слушатели радиошансон и замечательная Анечка. Давай сходу музыкальную справку о тебе послушаем. Музыкальная справка. Добронравов Александр Андреевич, 57 лет, москвич. Познакомился с фортепиано в возрасте трёх лет, когда сел за инструменты, подобрал «Эх, полным, полна моя коробочка». Окончил институт культуры на Дирижовско-хоровое отделение. В 80-х участвовал в коллективах «Браво», весёлые ребята и параллельно сотрудничал со многими звёздами эстрады. Автор музыки хитов «Как упоительный в России вчера» «На бекрень, я куплю тебе новую жизнь», стёр ДСП «Имена Жанна-2» и сотен других. Был женат три раза, воспитывает четырёх детей. Звёздный завтрак. Нигде не наврала в этой музыкальной справке? Нет, всё по-правде? Нет, всё отлично вообще. Слушай, ну я рассказала лишь сотую часть того, что происходило и происходит в твоей такой насыщенной жизни. Давай по порядку. Вот за плечами действительно сотни хитов, которые в своё время исполнили и исполняют многие звёзды. С кем работалось легче всего? Есть такой человек? Я знаю, что он есть. Ну, конечно, это Серёжа Крылов. Так, почему? Ведь человек-то необычный. Да, ну потому что мне вот эта необычность и нравится. Вот за годы, да, вот действительно, ты сказала, 57 лет мне, из них я, наверное, 40, я занимаюсь музыкой, ну так, можно сказать, профессионально. Потому что и институт, и уже в школе я играл в таком достаточно серьёзном ансамбле. А вообще, кто любовь к музыке-то привил в своё время? Родители же никакого отношения к творчеству не имели. Профессор, инженер. А тут вдруг появился Саша, музыкант. А как обычно, мама и бабушка. Бабушка, да? Так, а почему из твоего репертуара нет ни одной песни, посвящённой бабушке? Или я что-то упустила? Ну, не знаю, даже как-то я... У Вовы Преснякова была песня про бабушку, а я так как-то... Ну, не знаю, это так. Это очень такое личное, очень такое сокровенное. Скажи, пожалуйста, вот личное сокровенное, что с тобой случилось в годы работы в коллективе «Весёлые ребята». Я знаю, что работа в этом коллективе большой след, да, в сердце оставил. Ну, конечно. Сколько лет ты проработал в группе «Весёлых ребят» тогда? Четыре года. Я пришёл туда в 88-м году, показал по лагерству «Царство небесное» кассетку, которую мы записали с Разиным на одной из студий. Это студия в кардиоцентре. Очень крутая запись получилась. И Слободкину понравилась она. Он говорит, ну, покажите этого парня. А познакомила меня Наташа Полицковская, замечательная поэтесса с Половичем Слободкиным. Поэтому Наташке огромный респект. Она в Нью-Йорке у нас, в Нью-Джерси живёт. Автор, кстати, слов к песне «Я куплю тебе новую жизнь». О, так это такой у вас давний союз. И успешный союз, что самое важное. Розовые розы. Розовые розы. Да, её слова. Потом ромашки. Саш, давай вспомним те годы, а заодно и отдадим дань прекрасной женщине, Марии Александровне Добронравовой, твоей бабушке. Исполним фрагмент бабушек, весёлых ребят. Пусть там, где-то на небесах, бабушкам будет хорошо. От твоего голоса, который сейчас зазвучит в прямом эфире радиошансон. Наши дорогие, драгоценные бабушки, это песня для вас. Пусть вам всегда уступают место в общественном транспорте. Пусть внуки никогда не забывают надевать шапку зимой. Пусть пирожки всегда будут пышными, вкусными. И главное, чтобы очереди все исчезли. Поёт Александр Добронравов. У подъезда кто сидит, целый день обычно. Кто-то нас всегда сердит и ворчит привычно. Кто ругает снег со снег, дождь за дождь ругает. И, конечно, лучше всех все на свете знают. И, конечно, лучше всех все на свете знают. Бабушки, бабушки, старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Ай, как хорошо всем нашим бабушкам долгих-долгих лет жизни у нас сегодня в гостях Александр Добронравов. Звёздный завтрак на радиошансон. Сегодня в Звёздном завтраке у нас Александр Добронравов. Вайбер, WhatsApp, работаю 909-955-103.0. Если есть вопросы, скидывайте, зададим и с удовольствием ответим. Саш, у многих музыкантов и у многих композиторов есть песни такие, которые даются что-ли свыше. Я не знаю. Вот у тебя эта песня, наверное, как упоительный в России вечера, да? Где эта песня была написана? Она была написана в городе Нью-Йорке. А-а-а. Да, в 96-м году. А в 95-м я остался. Причём опять Наташа Плецковская перешла дорогу. Она как чёрная кошка в моей жизни. Вот, переходит и изменяет мою жизнь. Да. Это вот ностальгия по родине, да, как раз-таки, находясь в Нью-Йорке, и сыграла роль в этой песне? Да. Через год. Я там просто остался на полтора года. Вот. И я жил, действительно, жизнью американца. Вот. И Нью-Йорк, конечно, это уникальный город. Вообще Америка абсолютно другая. А где работается легче и комфортнее? Здесь в России или там в Америке? Или уже время всё изменило? Ты знаешь, специфика моей работы, написания музыки, просто то, что тебя окружает и влияет как внешне, так и внутренне. Просто люди, климат и общее впечатление от Америки и от России. Ну, можно сравнивать, но, в принципе, для создания песни, ну, не то, что нет разницы. Конечно, в Америке мне писалось, ну, про Россию это ностальгическая нотка. Да, да, да. Поэтому я, конечно, когда увидел эти строчки, видите, пеленягры, ну, первую строчку, как у «Поительного России» вечера, она меня так цепанула, что я просто сел и... И тут же пришла музыка, да? Абсолютно. А что ли будешь больше создавать? Музыку, песни или петь эти песни? Ну, наверное, я не разделяю так. Я думаю, что сначала идёт создание, вот, а потом уже, если ты приравниваешь её на себя, вот, то сразу это получается... А каким образом ты на себя приравнял песню «Одинокая волчица» тогда? Вот это вот да. Это вообще в основу этой песни вошла какая-то автобиографичная ситуация? Ты конкретно какую-то волчицу описывала? Или это какой-то такой сборный образ? Нет, это сборный образ, просто попадание слова и музыки, и мелодии, вот, оно так совпало, и я уже ориентировался просто на исполнение песни. Вот, и она тоже очень быстро написалась, так же, как и «Вечера». Поэтому, но здесь вот был такой вот задействован какой-то исполнительский мой личный момент. То есть в жизни с такими вот девчонками, которых ни приручить, ни купить, ты не встречался, не общался? Ну, наоборот, встречался, конечно, и общался, и общаюсь до сих пор, потому что где бы я ее не исполнял, в какой части света, всегда найдется женщина, которая обязательно скажет, «Александр, вы знаете, это песня про меня». Да каждая женщина, у каждой женщины есть такой период в жизни, когда воздыхателя нет и оп, мы волчим. Так все по правде. Ну да. Сейчас мы узнаем о тебе чуточку больше. Отвечай просто честно. Было, не было. Было такое, что девушка, которая нравится, не отвечала взаимностью? Было, конечно. Вводил автомобиль в нетрезвом виде? Сколько раз. Играл в компьютерные игры? Никогда. Проигрывал деньги в азартные игры? Проигрывал, конечно. Называл свою женщину чужим именем? Нет, вот этого не было. Было такое, что ездил в общественном транспорте зайцем? Конечно, а как же. А пользовался своей известностью? Ну, такой известности, может быть, у меня нет, чтобы ей пользоваться. Да ладно, да, ну и скромничайте, Александр, не скромничайте. Нет, ну вчера, кстати, вот меня остановил... Гаишник, да? Да, 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 да. Ну да, а я... Права были у супруги, вот, и... А мы расстались, и я ехал как раз за ней. Это было буквально на съезде на Рублевское шоссе с Хутузовского. Он меня раз, и я открываю окошко, он подходит, а я ему говорю... А я ему говорю, а вы знаете, как упоительный в России вчера? Нет, 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 нет. Я ему говорю, слушай, у тебя глаз алмаз. Он так даже напрягся. Он говорит, а что такое? Я говорю, да, по-моему, права у супруги. Он говорит, да. Я говорю, а что за... Какое за это наказание? Вот. Он так стоит, мнется, ну так... Я говорю, слушай, я вот еду с концерта, я композитор Добронравов, а вот, он говорит, да, да, ну, я знаю, да. Вот. На тебе диск мой. А у меня был диск наш с Михаилом Исаевичем Танчем. Мужики как мужики. Хороший диск такой как раз-таки был там в бардачке. Да, 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 вот он был последний, я просто ехал с концерта с... Как от сердца оторвал, да? Да, 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 я говорю, ну вот прямо от души пойми вот сейчас. И я набрал супруги, говорю, там, Люсь, ну что делать? Она говорит, ну как, ну объясни. Она мне, кстати, сказала, представься, скажи, кто ты. Правильно, женщина плохого не посоветует. Вот у нас сегодня Александр Добронравов, такой замечательный человек в гостях. Звездный завтрак. 8-909-955-103-0, Viber WhatsApp работает, 223-55-50, ваши звонки ждем. Саш, на этот год запланирован выход новой пластинки, верно? Нет? На 2019-е. Я знаю, что там какое-то количество писем уже написано. Да, написано много, да. Просто их нужно собрать, но, в принципе, можно выпустить. Вот, но это не самоцель. Вот, просто как подытоживающий такой момент деятельности, которой я занимаюсь, конечно, можно собрать и сделать красивую, современную пластинку именно вот... Современно, это что ты имеешь в виду? В музыкальном плане? В музыкальном плане, да. Да, ну, просто последние годы, лет пять, я занимаюсь с продюсерами, с молодыми ребятами, с которыми вот мы рулим такой вот новый стиль, новый саунд. А ну-ка, что за стиль, что за стиль? Вы уходите из нашего жанра? Да нет, нет, мы останемся просто немножко... Ну, мы, в принципе, немножко изменились, да. Вот я здесь тоже считаю, ну, не ошибочно, а немножко так... Мы как бы стороной прошли вот эти пять лет. Слава богу, я сделал очень много для шансона, и у меня целый альбом Михаила Исаевича. Не, вы смотри, вы от нас не уходите, Саш. Ну, куда мы, куда мы, без вас. Слушатели подоспели, Сергей из Москвы на связи. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Александр Добронав, сегодня в гостях, ваш вопрос. Да, внимательно слушаю. Вот, знаете, я начинающий музыкант, и хотелось бы вот такой вопрос Александру задать. Так. Если человек начинает чувствовать, что у него рождается свои мелодии, вот в этом случае он как поступить, потому что я в остальном пою, там, Юрия Антонова, скажем, Вячеслава Забрынина, а вдруг с некоторых пор почувствовал, что вот что-то свое получается. Угу. Дайте какой-нибудь совет вот Сергею. Человек начинает только свой творческий пульс. Давайте что-нибудь посоветуем. Самое главное развивать эту тему в себе, вот, свой стиль, свою мелодику, то есть мелодию и слова, да, Сергей, вы пишете? Ну, то есть песню, я так понял, или только... Ну, музыка, ну, я беру, там... Слова. Да. Ну, понятно. Да. Ай, слушайте, как жалко связь-то, жалко оборвалась. Сергей Крылов у нас был на связи. Александр Добронравов его не узнал. Да, это был розыгрыш, Саша, для тебя. Понимаешь, только хотел спросить, сколько Сергей находится вообще в творчестве, и как ему быть? Вот, богатым будет 8-909-9-5-5-103-0. Ну, вы меня разыграли очень круто, я не ожидал. Давайте немного отдохнем. Звездный завтрак. В семье Александра Добронравова все как в сказке. Три сыночка и лапочка дочка. Я знаю, что один из твоих сыновей старший, да, если я не ошибаюсь, Даниил, он пошел по твоим стопам. Он запел песни? Нет, он зачитал слова. А, он зачитал хип-хоп? Ну, да, 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 рэп. Ну, в принципе, отлично у него получается. Сколько лет Дэнни Доброму, так он себя называет? Дэнни Добрый. Ему 38 исполнилось. Уже взрослый такой Дэнни-то. А звонить советуется по творчеству? Ну, можно сказать, что у него свой взгляд, но, в принципе, да, конечно, он присылает мне новинки и какие-то биты или... А может смиксовать Дэнни Добрый фит Александра Добронравов? Ну, мы делали что-то, вот, но просто пока еще не выходило. Если бы в твоей волчице появился бы какой-нибудь бит, который зачитал бы Дэнни, мне кажется, это новое дыхание бы этой песни. Ну, может быть, кстати, может. Получилось, потому что там много есть, что о судьбе одиноких женщин-то рассказать в рэпе. Ну, посмотрим, Аня. Кстати, это как идею можно подхватить и предложить. Твоя лапочка-дочка, которая уже не маленькая, да, Мария, тоже музыкой занимается? Тоже творческой человеком? Нет, нет, она более прагматичная и такая более реальная, что ли. Вот она вот прямо занимается по направлению саморазвития, что ли, такого. В общем, на эстраду не пойдет, да? Нет, нет. У тебя в профиле написано, что ты еще и продюсер. Ты кого сейчас продюсируешь? Ну, как всегда, группу Лесоповал. Группу Лесоповал. Слушай, а вот спрашивают тут, кстати, по поводу группы Лесоповал. Что вдохновило на песню Чечеточка? Что вдохновило? Наверное, на... Вообще, как родилась идея? Вот Михаил Новомосковск написал это сообщение. Михаил, ваш тезка, Михаил Исаевич Танич, царство ему небесное, он мне предложил... Сань, а вот давай сделаем так, вот, чтобы была такая немножко и цыганочка, и чтобы был такой вот современный драйв, вот так вот, прямо буквально. Я говорю, ну давайте, Михаил Исаевич, я вот попробую. И мы сделали именно так, что она вот в сегодняшнем виде именно так звучит, как мы задумали. Ну, у вас получилось, потому что на славах, а мы бацаем в свою Чечеточку, хочется встать и пойти, и отстучать эту Чечеточку. Ну да, я ее очень часто пою, а вот мои заграничные выступления только с ней и проходят. Павел спрашивает, а любит ли Александр рыбалку и все, что с ней связано? Например, что-то готовить на природе, уху, мясо. Я, кстати, в Инстаграм не видела таких фотографий с рыбалки. У меня? Ну, я люблю рыбалку, ну как, то есть у меня есть друзья-офицеры, вот, они меня постоянно вытаскивают, за что я им очень благодарен. Это пограничники. Ну, такого, чтобы вырываться на выходные, говорить жене, я уехал, и все там дни проводить, нет. Нет, такого нет, ну, у меня просто, вот, если честно, без всякого бахвальства, выходные у меня постоянно заняты, вот, вот, к сожалению. И хорошо, и слава богу, Александр Добронров у нас сегодня в гостях, мы небольшую паузу сделаем. Звездный завтрак. Мама Александра Добронрова однозначно, однозначно сыном своим гордилась. Гордится, Саш, нет? Гордится, конечно, она сейчас слушает эфир. Мало кто об этом знает, что Александр Добронров еще и солист в Брянской филармонии. Сколько лет уже, Саш, состоишь ты на службе? Три года, три года, да. А там все по правилам, да, там трудовая книжка, зарплата. Трудовая книжка и зарплата, да. И, ну, вот, праздники все я поддерживаю и участвую в программах. Вот, 75 лет хочу поздравить всех брянцев с 75-летием образования Брянской области. Большой праздник, вот, который мы гуляем и отмечаем целый год. Ты сказал, мама нас слушает, да? Мама, вот прямо сейчас слушает. Сталин Федоровна. Сталин Федоровна. И красивое имя такое, Сталин. Сталин, конечно. Сталин Федоровна, вам долгих лет жизни, здоровья крепкого-крепкого. Вы знаете, вы родили замечательного человека. Замечательный просто, прекрасный и талантливый человек. Саш, по поводу твоих талантов и по поводу твоих задумок. Я знаю, что у тебя лежит написанный детский мюзикл. Детский мюзикл, ну, так, чтобы прямо он написан был, написан. Нет, мы с Наташей Плецковской собирались это сделать, вот. Но там что-то изменилось, вот, и немножко я его отложил. Отложил, да? Да, 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 да. А больше, наверное, сейчас, может быть, к 75-летию Победы. Вот, если получится у меня все, и все сложится, то «Реквием». «Реквием» на стихи. Роберта Рождественского, да? Да. И это музыкальный проект. Это музыкальный большой проект с симфоническим оркестром, с эстрадной, с симфоническим оркестром, с хором, с большим хором, со смешанным, с детским хором, с солистами. Солистка, солист, бас. Слушай, такая серьезная работа тебе предстоит, на самом деле. Знаешь что, мы небольшую работу проделаем над твоей психикой. Экспертный час. У тебя есть замечательная песня «Волчица». Собственно, от этого мы и отталкивались. Саш, предлагаю тебе несколько животных, несколько фотографий животных. Тебе необходимо выбрать двух, которые тебе больше всего на сегодняшний день симпатичны. Для наших слушателей расскажу. Мы Александру сегодня предложили шесть картинок. Первая картинка – это волк, ну, либо волчица. Вторая картинка – это медведь. Третья картинка – это еж. Дальше у нас там есть еще лев, потому что Александру по гороскопу лев. Есть у нас еще там милая картинка животного под названием выхухоль. Вот сейчас Александр все внимательно рассмотрит. И двух самых кабанчик, да, там еще есть. Саш, какие животные более, вот как-то, твоему сердцу и настроению на день сегодняшний приятны? Ну, здесь даже гадалки не надо ходить. Так, это? У меня лев и волчица. Лев и волчица. Да, вот вся моя психика. Слушай, гадалки мы не пойдем. С врачом-психиатром, с врачом-психотерапевтом высшей категории мы сейчас свяжемся. Александр Федорович у нас на связи. Александр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Смотрите, у нас сегодня в гостях ваш тезка, музыкант Александр Добронравов. Человек выбрал две картинки. Лев и волчица. Что можете сказать, какой диагноз поставить? Ну, не так, чтобы диагноз, а немножечко описание. Но волчица это классика. Так. Я думаю, что у Александра есть две замечательных совершенно композиции, которые можно рассматривать как визитные карточки. Да больше, больше. Что же вы две там берете? Ну, две точно, правильно, правильно. Две основных, насколько мне известно. Я не музыкальный критик, я все-таки психиатр, не искусствовед. Мне кажется, что это две. Вот. И одна из них, естественно, выбрана, потому что в этом есть очень глубокий смысл, такой сакральный. А ну-ка. В волках и волчицах это, ну, я бы оставил, наверное, за кадром то, что относится к сексуальности этих животных. А вот то, что, да, вот то, что они зачастую являются, являются прародителями определенных структур, довольно серьезных таких, архетипических. И сами по себе такие животные очень стайные, очень командные. И Александр, мне кажется, в этом смысле тоже прекрасно вписывается в любые трудовые коллективы. Саша, да, правда, да, так есть? В коллективы вписываешься? Легко тебе это дается? Ну, я такой, да, комфортный человек и бесконфликтный. Бесконфликтный. Я бы сказал скорее, вот то, что Александр вписывается, не в том плане, что он прям большой любитель коллектива, но он очень комфортный друг, товарищ, компаньон. И это правда. Поэтому за плечами работа, да, практически со всеми, мне кажется, звездами эстрады. Так, а лев? А вот что касается льва, то вот здесь не совсем ситуация однозначна, потому что львы все-таки больше одиночки. И мне кажется, что здесь как раз имеет место быть некая дуальность такая. При всей кажущейся общительности, активности и прочих замечательных качествах у Александра все-таки есть что-то такое глубинное, сокрытое, что воспринимается именно вот с позиции льва. То есть это не даром его зодиак, это еще и его внутренний посыл. То есть по большей части мне в этой ситуации как раз видится, что он больше одиночка. Именно поэтому я говорю, что людям комфортно работать с ним, и он очень сам по себе в этом смысле пластичный человек, но структурно, глубинно он все-таки одиночка, и вот такой довольно мощный, довольно серьезный. И я думаю, что то признание, которое у него уже есть, это еще не все, на что он способен. О, как! Спасибо огромное! Врач-психиатр Александр Федорович был у нас на связи, Саша, да? Спасибо, Александр, да. Действительно одиночка, прямо в яблочко. Прямо в яблочко сказали, и такой прям вот психотип, прям вот в точку, в точку прям описали мое сегодняшнее состояние. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а вот с психиатром мне вот то, что за кадром по поводу сексуальности волчица, поговорить хочется. Звездный завтрак! Давайте сверим, часы 10, 43 точная, московская. В гостях у нас сегодня музыкант Александр Добронравов, вайбер-вотсап, режим онлайн 909-955-103.0, поэтому если есть у вас вопросы, отправляйте. Саш, есть вообще такая звезда на нашей эстраде, с кем ты мечтаешь посотрудничать? А может быть не на нашей эстраде, может быть там, за рубежом, потому что ты же долгие годы и в Нью-Йорке прожил. За рубежом, конечно, есть у меня такой, ну, конечно, не кумир, а просто человек, на которого я подписан, и который просто нравится мне. Это Робби Вильямс, конечно. Робби Вильямс, интересно. Это вообще просто настолько шоу, а самое главное, что у него песенный материал, то есть настолько песни крутые, и так он это все делает. Как ты обошел вопрос, из наших звезд, с кем бы ты хотел посотрудничать, сразу перешел на звезд зарубежных? Ну, потому что он такой, вот для нашей страны Робби Вильямс, это уникальный, вот это стопроцентный певец, и его шоу, его видение, ну, подачи себя, себя вот очень-очень-очень схожа с нашими артистами. Скажи, пожалуйста, по поводу наших артистов, ты так вскользь сказал, что сейчас ты немного другой музыкальный продукт, делаешь более современный такой, да? Артисты шансона должны делать шоу, или достаточно? Просто вышел, взял микрофон, спел, ушел. Я думаю, что шоу такое вот, как делают наши эстрадные поп-артисты, к шансону, наверное, все-таки шансон — это Шарль Азнавур. Вот это вот. Ну, конечно, Михаил Захарович, он всегда на высоте, вот то, что мне нравится. Ну и... Ну, а все остальное... То есть... Вообще-то, как в целом к нашему, вот к современной музыкальной индустрии относишься? Я очень хорошо в плане того, что она не стоит на месте индустрии. Ну, самое главное — творчество. Просто люди пишут, ребята сочиняют, делают новые оранжировки, новые звуки, новые слова. Просто сегодня в таком большом потоке музыкальной информации очень сложно создать хит, практически невозможно. Или он на какие-то полгода, или вообще на месяц. Или так, чтобы написать такую песню, там, даже... Вот 20 лет назад это было, ну... Легче, чем сейчас? Это было легче. Эстрадные песни. А ведь секреты хита, они одни и те же, что тогда, что сейчас. Да, это фраза, которая цепляет, какая-то актуальная тема. Почему сейчас сложнее? Потому что размылся эфирное пространство музыкальное и очень сложно донести. Здесь нужно, чтобы все совпало. Ну, как обычно, я всегда и... Ну, либо чем проще, тем лучше. Нет. Тем ближе. Нет? Неважно, проще или сложнее. Вот четыре составляющих. Я уже говорю эту... Ну, не аксиому, а просто как закон. Вот мой, да? Закон там добонрава. Ну, это не закон. Это все знают музыканты. Вот. Это слова, музыка, аранжировка и исполнение. Логично. Вот четыре, да. Да. По-моему. Вот когда они совпадут, вот, просто иногда не совпадают. Исполнение не то. Аранжировка не дотягивает. Слова классные, музыка проседает. Скажи, чтобы человек создавал вот такую вот хитовую музыку, должен ли он оканчивать высшее учебное заведение? Я думаю, что должен. А как же таланты от Бога? Таланты от Бога не зависят от образования. Образование только помогает и поддерживает уровень подачи этого музыкального материала. И он делает, конечно, отличным тебя от непрофессионалов. То есть есть профессионалы, а есть самодеятельные артисты. И это слышно. На этих выходных многие услышат и профессионалов, и самодеятельных артистов, потому что Москва отмечает свой 872-й день рождения. Ты же коренной москвич, да? На Старом Арбате родился. Ты голосовать 8-го числа за мэра пойдешь? Я не буду спрашивать, за кого ты будешь голосовать? Просто пойдешь или нет? Я пойду обязательно. Пойдешь обязательно. Мы сегодня со слушателями обсуждали, а вот у тебя с чем ассоциироваться, Москва? Понятно, что это твой дом родной. С Арбатом, с Обыдинским переулком, с Большим Афанасьевским переулком, со Староканюшином, где я вырос, со своей школой номер 59, с Мальсанной Добронравовой, ну, в общем, с Гоголевским бульваром, то есть это с бассейна Москва, в конце концов-то. То есть это такие... И самое главное, что вот эта атмосфера такая... Такая вот... Домашняя? Не домашняя, а вот заснеженной такой Москвы, никогда не сыпали реагенты, и вот такой вот снег такой... Машин еще было на дорогах мало-мало. Да, снег, снежок, да-да-да. Вот эти женщины в огромных меховых шапках. Да-да-да. Мы сейчас еще больше будем погружаться в эту атмосферу той советской Москвы. Немного прервемся. У нас сегодня в гостях Александр Добронравов, 909-955-1030. Ждем ваши вопросы. Звездный завтрак! Благодаря беседе с Александром Добронравов у нас люди ли узнали, что вот мы мэра заново выбираем? Да, ребята, 8 сентября. У нас пройдут выборы в мэрию. Так что обязательно появитесь и проголосуйте. Алина спрашивает, Занимается ли Александр Добронравов каким-либо спортом? А ну-ка. Спортом? Да. У нас есть рядом с моим домиком, в деревеньке моей, у нас есть шикарный парк, спортивная трасса имени Ларисы Лазутиной. Так. Вот, уникальный, конечно, такой на 6 километров как это, хард-степ-трек такой. Ну, там, в общем, ездят и лыжники, и бегуны. С палками, да? Да. А ты чем там? Я вот с палками хожу. Занимаешься спортивной ходьбой? Да, конечно. А расскажи, что тебе дает спортивная ходьба? Просто интересно. Сейчас так популярно. Ну, тонус. 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 Я причем два круга хожу, это 12 километров. Ну, тяжеловато, конечно. Ну, как тяжеловато. А ты обучался этому как-то специально? Нет. Да не просто это... Взял палки и пошел? Ну, конечно. А можно и зимой, и летом, в любое время года? Зимой на лыжах. А, зимой на лыжах. Да, на обычных. Не на вот этих вот. Ага. Да. А вот на обычных лыжах, но не по этой трассе. Эта трасса очень сложная. А там есть другая, она более ровная. Ну, я тебе хочу сказать, что и спортивная ходьба, и лыжи, они идут только на пользу, потому что мы вот смотрели твой клип «Волчица», и с девчонками обсуждали, что есть такая категория во множество. Вот Александр Добранровов, девочка, это вечный мальчик, потому что он не меняется совершенно, Саша. Спасибо, Аня. Спасибо огромное, что сегодня к нам в гости пришел. Было очень приятно тебя наконец-то здесь увидеть, с тобой пообщаться. Взаимно, дорогая. Чтобы все планы осуществились обязательно маме твоей крепчайшего здоровья долгих лет жизни. Ух ты, она сейчас будет просто. Вот там вот, да-да-да, на том конце... Все, все, отпускаем тебя, едь домой к маме. Спасибо, ребята. Александр Добранров, все в гостях, всегда рад, дорогим гостям.